Всем привет! Вы на канале Скрипник Фото. В сегодняшних фото новостях. Новый объектив Zenitar 50 мм f095, макрообъектив Laowa 100 мм f2.8, новые слухи про Sony Alpha 7S III и кроп беззеркалки от Nikon и Canon, камера Insta360 EVO, а также кое-что еще. Поехали! Красногорский завод официально представил новый мануальный объектив Zenitar 50 мм с максимальной диафрагмой 0.95 для Bayonetta Sony E. Как утверждает производитель, объектив выпущен без использования иностранных технологий, и все его комплектующие производятся или добываются внутри страны. По параметрам 14 лепестков диафрагмы, оптическая конструкция, 9 элементов в 8 группах, угол обзора при использовании на полном кадре составляет 46 градусов, минимальное расстояние фокусировки 70 см, диаметр фильтра 72 мм, вес 1100 грамм. Цена составит примерно 770 долларов США. Ассоциация Compact Flash анонсировала два новых форм-фактора карт CFexpress. Таким образом, на рынке будет представлено три типа карт CFexpress. Тип A, тип B и, никогда не догадаетесь, тип C. Карты CFexpress 2.0 типа A являются наименьшими из трех форм-факторов с размерами 20х28х2.8 мм, что немного меньше, чем у стандартной SD-карты. Карты типа A будут иметь максимальную теоретическую производительность порядка 1000 мб в секунду. Карты типа B имеют те же размеры, что и карты XQD, и будут поддерживать максимальную теоретическую производительность до 2000 мб в секунду. Ну и карты типа C являются самыми большими, а именно 54х74х4,8 мм, и максимальной теоретической производительностью до 4000 мб в секунду. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что я уделяю очень много времени картам памяти данного стандарта. И ведь они еще даже не продаются. Скажу так, судя по тому, сколько шумихи вокруг этого стандарта, и учитывая то, что SD стандарт уже приблизился к своим максимальным возможным показателям, я уверен в том, что именно CFexpress станет новым массовым стандартом в ближайшие годы. В общем, имха так сказать. Посмотрим, как оно будет, и окажусь я прав или нет. Арестом и залогом в 3000 долларов закончилась свадебная фотосессия для жениха Джеффри Алворда. Как рассказывают очевидцы, это была идеальная свадебная прогулка и фотосессия до тех пор, пока пара не наткнулась на незнакомого мужчину. Он наотрез отказался выходить из поля зрения камеры во время свадебной фотосессии, которая проходила на пляже в Южной Флориде. Гости даже предложили 50 долларов этому человеку, но он все равно отказался покинуть место. В течение спора ситуация вышла из-под контроля и жених нанес три удара по голове незнакомца. Все закончилось арестом жениха, которого выпустили на следующий день под залог в 3000 долларов. Также его ожидает судебное разбирательство по факту нанесения телесных повреждений. Ну, как для наших реалий, ситуация с тем, чтобы набить морду на свадьбе, это достаточно нормальная традиция. Видимо, американцы просто к такому не привыкли. Представьте, сколько бы было новостей о драках на свадьбе, если бы наша пресса их освещала. А теперь новости из серии «А у нас все равно такого не будет». Жаба не дави, жаба уходи. В США адаптер-переходник Nikon FTZ теперь включен бесплатно со всеми камерами Nikon Z6 и Z7. Посмотрим, дойдет ли эта информация когда-нибудь до наших продавцов. Почему я так говорю? Ну, вот взять, например, карты XQD. Еще полтора месяца назад я рассказывал вам, что цена на карты XQD в Америке снизилась. И сейчас 120-гиговую карту можно взять примерно за 190-200 долларов. А у нас дешевле, чем за 270 долларов, вы эту карту не найдете. По крайней мере, я найти не смог. При учете того, что в октябре я купил 128-гиговую XQD за 255 долларов. Так что наши продавцы не спешат понижать цены, а может, даже иногда их и повышают. Компания Venus Optics показала тестовые фотографии, сделанные с помощью их нового полнокадрового макрообъектива Laowa 100 мм f2.8 2x Ultra Macro APO. По параметрам. Диафрагма от 2,8 до 22. Угол обзора 24,4 градуса. Оптический дизайн 12 элементов в 10 группах. Минимальное расстояние фокусировки 247 мм. Возможность увеличения изображения до 2 раз. Диаметр фильтра 67 мм. Вес 638 грамм. Доступные байонеты Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony FE. Не утихают слухи про новые беззеркалки от Nikon, Sony и Canon. На прошлой неделе ряд сайтов начали говорить о том, что Canon и Nikon планируют выпустить кроп беззеркалки в скором времени. И возможно Nikon это сделает до середины этого года. Даже не знаю как на это реагировать. С выходом новых беззеркалок про кроп сектор все немножко подзабыли. Посмотрите на последние новинки. Я вообще практически не вижу каких-либо анонсов оптики для кроп камер. Если соотнести то, что сейчас происходит с полным кадром, кроп камеры обделены со всех сторон. В общем скорее всего что-то должно сдвинуться в этом направлении. Также все твердят про то, что Canon в поте лица трудится над новой проб беззеркалкой. Со встроенной стабилизацией и 70 мегапикселями. Ну про это уже месяц или два говорят, но пока что ничего неизвестно. И закончим мы слухами про Sony. Вот тут есть подвижки. Одно очень известное и уважаемое кинематографическое агентство Китая опубликовало фото, заявив, что оно снято 8К камерой с частотой 25 кадров в секунду. А потом на сайте Weibo сказали, что это беззеркальная камера от Sony. Но затем они удалили всю информацию в тот же день. Как я понимаю, Sony начали разогревать интерес публики и делают контролируемые утечки. Уж очень это все смешно выглядит, чтобы быть случайной утечкой. Ну и напоследок скажу, что скорее всего Sony Alpha 7S III должна будет появиться до октября 2019 года. Так что если вы работаете на соньках и хотите обновляться, то стоит подождать немножко осени. Insta360 анонсировала новую складную камеру EVO, которая может снимать в двух режимах. Либо 3D на 180 градусов в разложенном варианте, либо в 2D на 360 градусов в сложенном варианте. Быстро складывающийся корпус позволяет EVO трансформироваться между двумя режимами съемки. Один только для съемки реалистичного трехмерного 3D контента, а другой для съемки видео в 360. По параметрам все выглядит нормально. Максимальное качество видео до 5,7К, 30 кадров в секунду со 100 мегабитами в секунду. Фото до 18 мегапикселей. Цифровая стабилизация изображения. Отдельные кнопки видео и фото затвора. Поддержка карт памяти формата microSD до 128 гигабайт. Вес 113 грамм. Цена камеры составит 420 долларов США. Друзья, внимание, предупреждаем, не записывайте лазерное удаление татуировки на ваши камеры. Энди Боид поделился видео, в котором показал, как был поврежден сенсор камеры Sony Alpha 7S2 лазерным излучением, исходящим от инструмента для удаления татуировки. Фотограф говорит, что стоимость ремонта будет равносильно покупке новой камеры. С такой же проблемой сталкивались и несколько других фотографов, когда они проводили съемки в ночных клубах. Матрицы были повреждены лазерным светом. Так что, друзья, держитесь подальше от лазерного света. И с вашими матрицами все будет хорошо. Ну, а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то жду от вас лайков, комментов, звона колокольчиков и подписки на наш канал. Желаю всем продуктивной недели. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!